Каждый год в 4 утра все те, кто не безразличен к истории, кто помнит тяготы войны, собираются на мемориальном комплексе завокзального района, чтобы почтить память отцов, дедов, солдат, которые так и не дожили до Дня Победы. 22 июня – скорбный день в российском календаре. Памятные мероприятия продолжились в 9 часов утра во всех районах Сочи. Первыми в рядах тех, кто пришел на мемориал – ветераны Великой Отечественной. Именно они так много знают и помнят каждый час того страшного дня, наступившего 74 года назад. 22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Война была очень страшная, тяжелая. Почтить память однополчан, друзей, близких и всех, кто отдал свою жизнь за свою страну, на мемориал каждый год приходит и Павел Елисеевич Иванченко. Воспоминания о годах Великой Отечественной он постоянно передает молодежи. Молодому поколению я бы желал сейчас быть очень бдительными ко всем негативным отношениям, которые складываются у нас в России. Ведь это безобразие, которое надо было своевременно пресечь. Ведь разве можно искажать историю? Для всех тех, кто приходит на мемориалы, а их сотни, история одна. И каждый вспоминает погибших героев с грустью и благодарностью. После традиционных залпов к вечному огню возложили венки. Буквально за несколько секунд пространство гранитной чаши было усеяно цветами. Мы даем дань памяти сегодня, чтобы тот день в прошлом, 74 года назад, никогда не повторился. В эту минуту мы задумаемся о тех днях, о тех людях, которые перенесли эту тяжелейшую войну, войну за всю нашу историю. И мы должны сделать все то, чтобы такое в будущем никогда не повторилось. Для того, чтобы сочинцы хранили память о заслугах не только солдат, но и родного города, города-госпиталя, на курорте проводятся множество акций и военно-патриотических мероприятий. Во всех школах у нас имеются уголки боевой славы. Работают поисковые отряды, которые поднимают новые и новые имена, которые забыты, а на сегодняшний день они восстановлены. Это делается и в память о погибших наших, ну а самое главное для нашей молодежи, чтобы они помнили, какой ценой досталась нам победа. И судя по тому, что в этот день у мемориала было много детей с фотографиями своих родных, бессмертный полк оживает не только в День Победы. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.